Маленькому Яку всего 10 дней. Зовут его Гаврюша. Имя выбирали гости зоопарка. Варианты были разные. И кефир, и пломбир, и даже кокос. Но пользователи Инстаграма, где проводилось голосование, решили иначе. Там вот за забором лама гоняет его старшего брата. Братику как раз два года. Вот можно обратить внимание, что он черненький братик, а этот вот беленький. Гаврюша – младший сын, похож на папу. Все семейство прописано на сад-городе, а сами родители родом из Абакана. Познакомились уже во Владивостоке. Любовь с первого взгляда. Пополнение не только в семье Яков. Три недели назад на свет появились детеныши оленей и косуль. Питаются материнским молоком, к зерновым культурам пока приучать еще рано. Обычно косули приносят по два теленка, а в этот раз у нас почему-то один только родился. Подрастающее поколение можно заметить и у поросят. Их количество конкурирует разве что с кроликами. В их клетке тоже пополнение. Утки-мандаринки живут на территории зоопарка уже два года. Сначала прилетали только взрослые птицы, а в этот раз мама утка привела за собой еще восемь утят. Утята абсолютно не боятся людей. Мы их подкармливаем. Если им понадобится помощь, естественно, мы ее окажем в плане медицинской, ветеринарной. А в домике у дикообразов тишина. Днем эти ребята высыпаются. Малыш тоже спокойный, никого не донимает. Еще сегодня в зоопарк принесли совершенно маленьких ежат. Им всего три недели, иголочки у них еще не колятся, а сейчас у них время обеда. Кормят ежей детской смесью и козьим молоком. После того, как они подрастут, некоторых отнесут обратно в лес, а кто-то останется жить на новом месте. Валерий Белоус, Руслан Мартыночев. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова